Здравствуйте, меня зовут Котова Дарья и с нами мой брюссельский грифон по имени Даня. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кутала, я ветеринарный врач и сегодня мы поговорим о профилактических обработках от паразитов, о сезонных вакцинациях и тоже развеем мифы и внесем ясности. Это очень актуальный вопрос, животрепещущий, всегда волнует владельцев, токсично ли это для питомцев, безопасно ли это для органов, да, это абсолютно безопасно. Есть определенные, тоже стандартные, европейские, международные, наши, внутренне-российские, по которым необходимо обрабатывать от внутренних паразитов питомцев. В Европе правило существует в том, что все животные, вне зависимости от возраста, даже в пожилом, обрабатываются от глистов ежемесячно, на ежемесячной основе препаратами современными. В России с этим немножко сложнее для владельцев, ну еще не сформировалась так культура, да, содержания, да, чтобы владельцы каждый месяц обрабатывали питомцев, как правило, да, от гельминтов. И у нас принято, что раз в три месяца, да, животное, хотя бы раз в три месяца, да, необходимо обрабатывать от глистов. Что касается опасений владельцев о токсичности препаратов и воздействии на печень и почки, да, на вводящие органы, здесь тоже очень много мифов, да, современные препараты проходят огромное количество исследований, да, на больших групп животных, да, европейские или американские исследования, и подтверждают о том, что продукты, да, жизнедеятельности гельминтов, да, токсические намного вреднее для организма питомца, нежели чем профилактическая, да, обработка животных в профилактической дозе. Обязательно надо обрабатывать ваших животных, вне зависимости, собака это или кошка, потому что собаки могут подхватить яйца гельминтов на улице, а кошки могут у вас подхватить их с вашей подошвы, потому что вы приходите с улицы, приносите на своих ногах всевозможную заразу, и бытует часто мнение, что там моя собачка или кошечка не гуляет на улице, я не буду ее обрабатывать, она не может заразиться, это неправильно. Животное, ну, как бы не находится в стерильной обстановке, и с улицы вы, к сожалению, на своих ногах можете принести какую-то заразу, как я вам сказала. Имеет место, да, сезонной, да, обработки, что в период весенний-летний период, да, владельцы вспоминают о том, что нужно обработать питомца, да, это, с одной стороны, связано с большим количеством выездов, выгулов, да, да, поездок куда-то, да, и, соответственно, да, ни один орган, да, НИДОБЖ не даст вам справочку, да, без отметки в паспорте от врача-витеринарного, да, что животное не было обработано. И, в принципе, для уменьшения популяции, в принципе, глистной инвазии, да, в природе, необходимо как раз соблюдать ту самую, да, ежемесячную, да, либо ежеквартальную обработку. Существует огромный выбор препаратов, да, для этого в форме таблеток, суспензий, капель, которые можете подобрать конкретно под особенности, да, своего животного, под особенности его здоровья, да, в профессиональных ветеринарных аптеках и магазинах, где есть, да, лицензия на продажу подобных препаратов, либо в клиниках. Поэтому обработка от глистов постоянная, да, она необходима, да, для того, чтобы животное, в первую очередь, в правильных складах не перезаражалось от самого себя повторно, да, и не было возможности заразиться яйцами гельминтов на обуви, да, либо на каких-то предметах, которые, например, приходятся с улицы, да, либо нюхать и облизывать животное на прогулке. Да, и очень необходимо это делать, если у вас есть дети, потому что дети зачастую у нас ползают по полу, и находятся в непосредственном контакте с животными, то есть это и обнимание, и целование с животным, вот, соответственно, если животное не обработано, да, мы рискуем, можно сказать, что здоровьем своих детей. Комбинировать степень защиты, в зависимости от выбранного вам препарата, действующим веществом, конечно же, можно. Сейчас самый пик, да, поднятия температуры, да, и всем известный сезон, да, активности клещей, да, и вспышек пероплазмоза, да, что касается особенно наших прекрасных четвероногих собачек, опасное для них заболевание, поэтому, когда владелец начинает планировать, да, активные прогулки, да, по паркам, выезды, конечно же, нужно заблаговременно позаботиться, подумать, какой способ защиты в этом году вы выберете, да, для своего питомца, будь то эти таблетки или капли, и ветеринарные врачи рекомендуют, поскольку ни одно средство, да, ни один производитель, да, ни одной упаковки инструкции не дает 100% гарантии, да, что животное не заразится, да, каким-либо заболеванием, либо его не укусит клещ, либо другой паразит кровососущий насекомое. Поэтому, если вы выбираете таблетку, да, конечно же, животное находится, собака, в максимальной защите, она распространяется по всем, по всему телу, да, и защищены такие части дела, как носик, как брыли, как ушки, как паховая область, да, где, к сожалению, капли могут не до конца, да, пропитаться в потожировой слой, да, и вот эти места являются незащищенными. В таких случаях, если все-таки выбираете капли, да, для животного, и я уже сказала, по каким причинам они не всегда могут сработать, да, рекомендую делать дополнительную защиту и подбирать ошейник, либо спрей. Современные импортные производители, у них есть большие исследования, да, на популяциях разных животных и о безопасности и совместимости действующих веществ. Поэтому, если вы выбираете импортный, очень известный препарат, да, у всех этих компаний проверенные исследования есть, и абсолютно безопасно можно сочетать некоторые ошейники и некоторые капли, либо таблетки, да, опять же, конкретно в каждом случае, да, нужно разговаривать с представителем, либо консультантом, да, компании, которые часто в сезон, да, присутствуют в аптеках ветеринарных либо в клиниках, и тоже консультироваться с ветеринарным врачом, либо ветеринарным консультантом в месте, где вы покупаете средства защиты. Поэтому комбинация, это однозначно увеличивает возможности не заразиться, да, каким-либо заболеванием и дает вам какие-то дополнительные внутренние гарантии, что если не одно средство, так другое, да, может сработать и вам помочь. Да, средствами от клещей, блох пользоваться надо обязательно, потому что животному наносят паразиты вред. Вы можете использовать и комбинированные средства, как капельки и ошейник, да, и таблетки. И зачастую у нас бытует мнение, что таблетки опасны для собак, особенно для маленьких. Но вот мы в здании используем таблетки-провект уже не первый год. Первый раз мы начали ему давать, когда ему исполнилось 3 месяца, и он весил всего 2 килограмма. Вот, ну и как видите, до сих пор весел, бодр, вот, прекрасно себя чувствует. В этом году мы уже обработались тоже таблеточками уже в марте месяце. И, в принципе, я как владелец для своей собаки выбрал именно данный вид обработки, потому что он удобен, что это идет несколько месяцев. Самое главное вовремя не забывать, когда нужно дать следующую порцию таблетки. Да, конечно, безопасность вашего питомца зависит от правил. Все препараты прекрасные, да, у них есть множество преимуществ. То есть у каждого препарата есть определенное преимущество, по которому стоит выбрать тому или иному питомцу, да, в тех или иных условиях, да, где вы чаще гуляете, плаваете ли в водоемах, да, купаетесь ли вы шампунем, да, пьет ли ваша собачка из лужи, да, если у вас на участке вообще заклещен ли ваш участок, да, и проводите ли вы обработки, да, там, дачного участка, где вы в каких парках гуляете, да, есть ли вспышка в тех или иных районах вашего города, нежелательные случаи, да, по тем или иным, да, заболеваниям пистологическим. Поэтому в любом случае, да, позаботиться заранее заблаговременно и соблюдать кратность обработки, да, указанного конкретного препарата, это тоже повышает степень защиты от паразитов. Рынок очень большой, выбор огромный, есть ряд импортных препаратов, в котором все-таки ветеринарные врачи, и мы сами отдаем больше предпочтения из-за большей базы, да, из-за более длительных периодов воспитания, да, контрольных, опытных групп. Есть отечественные препараты тоже замечательные, да, разной ценовой категории, и, конечно же, в принципе, как я уже говорила, выбор того или иного средства нужно начинать с опроса, да, владельца, консультанту, кто ваш питомец, да, его особенности, его весовая категория, да, ограничение всех средств противопаразитарных для собак от 2 кг. Есть одно средство от 1,5 кг, таблеточка идет, все капельки тоже, в принципе, идут от 1,5, либо от 2, скорее всего, даже от 2 кг, подавляющее большинство. То есть весовая категория, это первый момент, да, который нужно спросить, сколько весит ваш питомец. Затем, в принципе, да, какой способ обработки владельцу удобен, да, и рассказать о средствах, преимуществах того или иного средства, способа обработки, поинтересоваться, как я говорила, да, где будет находиться животное, в каком районе, сколько это заклещенное место, да, есть ли там вспышки по предупрежденным гельминтам, заболеваниям, одно ли животное вообще, да, скучное ли у них содержание, контактируют ли они там с кошками, предположим, да, в семье несколько питомцев, контактируют ли они с детьми, то есть собрать полный, краткий, можно сказать, анамнез, да, о жизни, даже не деятельности питомца, и уже исходя из всех этих критериев, да, и грамотности консультанта ветеринарного, который будет подбирать, вы для себя выберете то, ну, необходимое средство. Только таким способом и образом можно не ошибиться, да, остаться довольным выбором и быть уверенным, что ваш питомец защищен. Да, каждый владелец сам смотрит по обстоятельствам, какое средство ему удобнее, ошейнички, капли, спреи, таблетки, просто у каждого свое видение защиты, и все еще зависит действительно, есть ли другие животные, и для кого-то удобнее, как бы для нас таблетки, для кого-то удобнее ошейнички, для кого-то удобнее давать капельками, поэтому это все очень индивидуально. Большое количество накожных паразитов, которых мы просто не видим, это микроскопические чесоточные клещи, которые ваши питомец могут заразиться на прогулке от просто проходящей собаки рядом, да, находясь в подъездах, да, в лифтах, где угодно, в общем, в любых местах пребывания других животных, можно, да, и принести домой другого паразита микроскопического. Чесоточные клещи есть, очень такой опасный, да, клещи, немножко с другой морфологией, это домодекоз, да, тоже животные страдают, могут подвержены больше щенки, да, либо животные со слабым иммунитетом, да, слабым иммунным статусом, поэтому, если вы все-таки считаете, что действительно питомец не выходит никуда гулять, да, если вы не контактируете с другими животными, это, опять же, да, не минимизирует возможности заразиться теми самыми подкожными микроскопическими паразитами, да, которые тоже принесут очень большой вред вашему здоровью, здоровью вашего питомца, да, это будет дорогостоящее лечение, да, если мы говорим о домодекозе длительное, если появляется, если есть препарат, тоже проект, да, который решает одну таблетку этот вопрос, поэтому, в принципе, выбирая комплексную хорошую защиту, да, вы избавляете себя от порядка, там, от 10 до 20 видов паразитов разных, так и внутренних, так и внешних, то современные средства позволяют такого широкого спектра действия оказать тот самый нужный эффект от всех вредителей, которые могут принести вред здоровью, и вам, и вашему питомцу, естественно. Да, и бытует мнение всевозможное о том, что питомец не может заразиться в городе какими-то видами, да, паразитов, но, или, например, если я их не вижу, значит, у моей собаки их нет, это не так, и те же блохи, они могут, как бы, подхватить, животное может подхватить на улице, и потом вы просто их можете не найти на животном, пока они не расплодятся, да, и когда уже с него начнут прыгать те же блохи, и вы в ужасе будете кричать, ай-яй-яй, что же нам делать? Одна блоха откладывает, да, до нескольких тысяч яиц, да, и своевременная обработка позволяет прервать цикл развития блохи, да, и, как правило, вообще, в принципе, вывести, да, блошиную инвазию, даже если она у вас есть где-то дома, конечно, без, с дополнительными средствами обработки дома. И обрабатывать надо именно всех животных, потому что если у вас, например, 4 кошки, из которых одна кошка гуляет, а остальные сидят дома, это не значит, что у остальных трёх не будет тех же паразитов. Абсолютно, абсолютно верно, это не миф, блохи, да, наоборот, с понижением температуры во внешней среде, да, они не могут сосуществовать в минусовой температуре, они прекрасно себя чувствуют в домах, да, в подвалах, в подъездах, где отапливаем, да, помещение. Проблема блох очень актуальна для старых домов, в которых есть деревянный пол, да, полы деревянные с огромными щелями, щелями, каких-то, ну, более древних таких ветхих построек, да, в современных всё-таки домах, кстати, проблем всё-таки меньше, поэтому блохи зимой себя прекрасно комфортно чувствуют, и блошиные дерматиты, они, вспышки бывают не только весной, ну, и в течение всего года возможны. Поэтому, опять же, да, это говорит о том, что сезонная пиковая обработка, она важна, потому что риск, да, заразиться каким-то кровоприкровым, кровопрозитарным заболеванием именно в этот сезон выше, в течение всего года, да, для того, чтобы не заразиться блошиным дерматитом, да, и не стоит забывать, что блохи являются переносчиками одного вида гельминтов, очень распространённого, да, и блошиная инвазия, её очень много, поэтому в течение всего года, да, комплексные средства защиты от и внутренних, и внешних паразитов позволяют не заразиться, да, не какими-то заболеваниями от внутренних, так и внешних паразитов. Поэтому обработка, она необходима круглогодичная, зависит от выбора препарата, есть определённый срок действия, надо не забывать, что таблетки в среднем работают от 12 до 15 недель, таблетизированная форма, в зависимости от бренда выбора производителя, капли работают от 3 недель, от 21 дня до 30 дней, в зависимости тоже от вида и бренда действующего вещества, ошейники в отношении блох работают 3-4 месяца, в отношении клещей надо очень быть внимательным, какой ошейник вы выбираете, есть ошейник, который работает в отношении клещей ровно месяц, и через месяц он непригоден в защиту от пироплазмоза собаки, есть препараты, которые обладают только репеллентным, отпугивающим действием, поэтому обязательно соблюдать кратность обработки выбранного вами препарата, и спрашивать, от кого он все-таки защищает. Я хотела бы добавить, что вы то и то же мнение о том, что зимой нельзя подхватить клещей, потому что как только появились первые проталины, очень велик шанс подхватить клеща, соответственно, собаку лучше обрабатывать. Тут я немножко коснусь, это наши дома и подъезды. Обычно владельцы, у которых животные постоянно с блошинной инвазией, они начинают переживать, беспокоиться, что препарат некачественный, что рекомендация была некомпетентная, и то, что он просто-попросту тратит деньги, и как-то обрабатывает питомца. В таких случаях нужно тоже при постановке, при выборе препарата тоже спросить всю информацию о питомце, были ли случаи, что он постоянно чешется, то, что у вас уже были случаи обработки, а все равно животное приносит блох домой, или вы видите дома скачущих черных точечек, такое тоже случается. Это говорит о том, что ваше помещение нуждается в срочной профессиональной обработке помещения. Так правило, там не только блохи, значит, там еще и другие соседи-паразиты, такие-то клопы, микроскопические тараканы и прочая вот эта замечательная паразитарная цепочка. Поэтому помещение необходимо либо вызывать в специальную службу, также в продаже есть средства для домашней обработки, если вы уверены, что никаких других у вас паразитов дома нет, это только блошиная инвазия, которая внезапно пришла и появилась у вас дома где-то. Поэтому есть средства, они рассчитываются на квадратный метр, продаются в ветеринарных аптеках, несколько ферм-производителей, и в домашних условиях без вызова службы можете обработать, соблюдая все меры безопасности личной, животных, семьи, растений, каких-то других морских, предположим, обитателей, если есть аквариумные рыбки, и обработать безопасное помещение. Также, если у животного появилась блошиная инвазия, ее много, все места пребывания в первую очередь обрабатываются, это меняется или выбрасывается лежанка, если там особо она ценна, это она стирается на высоких температурах, либо воздается химчистку. И все места животного, если он спит на диване, на кровати, на подушках, тоже все эти предметы вашей жизни необходимо будет обработать, либо лучше от них даже избавиться. Тогда только комплексная обработка животного и помещения дает стопроцентную гарантию того, что блошиная инвазия у вас больше не появится. То есть что-то одно обрабатывать, если блошиная инвазия дома, обрабатывать животное, они обрабатывают помещение, это просто действительно тратить в пустую деньги и мучить животное, потому что аллергия от блошиной слюны у животного это очень частое явление, и владельцы путают с пищевой аллергией, начинают менять корма, ходить к ветеринарным врачам, тоже говорит о том, что врач некомпетентен, неправильно они могут диагностировать причину зуда, и вся диагностика изначально зуда, какого-либо у всех видов животных, начинается с профилактической обработки от накожных заболеваний, поэтому это первый метод диагностики, и профилактика сезонная, и внесезонная, она просто необходима. Спасибо огромное, что вы нас пригласили на интервью, мы для себя подчеркнули очень много интересных моментов, и мы и дальше будем обрабатываться от паразитов, поэтому спасибо вам огромное, с вами были 2D Даша и Даня. До новых встреч!